Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Шаббат шалом. Для тех, кто меня не видел в протяжении всей недели, очень приятно быть сегодня снова вместе с вами. А иными словами, даже я чувствую, что я вернулся в свою семью. Моё сердце всегда вместе с вами, даже тогда, когда меня нету. И очень приятно видеть столько, когда я одену свои очки. Как я уже ранее говорил, что мне не нужны очки, чтобы читать, но мне просто нужно, чтобы видеть людей. Но этим утром я хочу поделиться с вами тем, что я дал название «Колодец жизни». Я хочу задать вам такой вопрос. Кто жаждет? Это хорошо. Нам нужно жаждеть Бога. И нам нужно понимать, что все, в чем мы нуждаемся, находится в Его Слове. Мы можем научиться от Него через все, что Он показывает в Писании. И как уже брат упомянул, что у нас были осенние праздники. И это тот праздник, о котором Ешуа сделал утверждение. Но перед этим Ешуа обратился к женщине у колодца. Я знаю, что эти стихи очень известны, но это хорошо, чтобы нам рассказать о том, что Бог имеет для нас. Я знаю, что эти стихи очень известны, но я считаю, что важно напомнить о том, что Бог имеет для нас. В Иоанна 4.14 Он сказал женщине, «А кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Это очень удивительное утверждение. Это понимание, которое приводит к нам, что мы можем приходить к Нему, к этой духовной воде, которая восполнит нашу жажду. Нам нужно помнить о том, что Ешуа не говорит о том, что Ешуа не говорит о том, Ешуа не говорит о естественной воде. Он говорит о духовной жажде, которую каждый из нас имеет. Потому что когда Бог нас создал, Он вложил в нас часть Его Духа. И эта часть Духа, она всегда жаждет иметь взаимоотношение с Духом Божьим. И когда этой связи нету, тогда вы всегда чувствуете духовную жажду. И во время праздника Суккот Ешуа сказал следующее. Иоанна 7, 37-39 стих. Иоанна 7, 37-38. Он сказал это таким образом, чтобы мы увидели, где мы можем получить то, в чем мы нуждаемся. Это нам говорит о том, что Он говорит о Духе. Которое мы получим в правильное время. Он еще не пошел, чтобы быть с Отцом. Но Он собирался туда пойти и собирался высвободить Дух в мир. Но также есть очень интересное, что Он здесь говорит. И Он говорит, как сказано в Писании. И поэтому Он указывает, что где-то в Танахе есть послание, которое нам нужно принять. И очень часто, когда мы хотим понять глубокие истины, о которых говорит Ешуа, нам нужно вернуться в Танахе и изучить их там. В притчах сказано, что человеческая слава сокрыта, но слава царей открыта. Кто эти цари и царицы? Кто-нибудь знает? Это Вы. Потому что Вы дети, Вы сыновья и дочери царя, если Вы входите в его царство. И это удивительно, когда мы видим вот эти тайны того наследия, которое мы имеем в Писании. В Бытие 26-й главе мы находим историю о Исаке или небольшую часть ее. И в отрывке с 11 по 14 стих мы читаем о том, когда Исак был между филистимлянами. И он сделал то же самое, что сделал его отец. Он скрыл тот факт, что его жена была его женой. Потому что он боялся. Он не хотел, чтобы у него забрали его жену. Или он не хотел быть убитым по причине своей жены. И поэтому в 11 стихе у нас появляется Авимилех, который был царем в то время. И он предупреждает людей. Не прикасайтесь к этому человеку или к его жене. Потому что если Вы это сделаете, Вы будете преданы смерти. Бог проговорил к этому человеку, даже если он не был народом из Израиля. Бог появился во сне. И мы дальше читаем, что Исак пошел, посадил урожай и получил урожай. Потому что Бог его благословил. И это то благословение, которое нам нужно получить. Когда Бог благословляет Вас, это приходит в многочисленном числе. Я очень часто говорю, что у Бога есть такая особенная форма математики. Он умножает. Он не суммирует. Он не отнимает. Он просто умножает. Если мы отдаем свои жизни в Его руки, Он умножает все, что Он хочет. И сказано, что Он стал богатым и успешным. Пока Он не был очень сильно здоров. У Него были стадо, которые... Большие стадо. И это стало причиной, что споров филистимлян. По той причине, что Бог благословил Исака, Он был успешен во всем, что Он имел. А ищем ли мы Божьего благословения? А мы спрашиваем ли мы, что Бог благословил нас? Кто-то помнит, что в Писании упомянут человек по имени Ябез. И он сделал то, что мы бы назвали очень необычной молитвой. И он сказал, Бог благослови меня и увеличь мою землю. Это только один стих. И написано, что Бог благословил его. Когда мы спрашиваем Бога о благословении, А готовы ли мы, чтобы принять это благословение? Открыты ли наши сердца к Нему? А жаждем ли мы о тех вещах, которые Бог имеет для нас? Значение благословения Божьего Это одно из самых прекрасных, что может произойти с вами. Но иногда происходят некоторые события в нашей жизни. И мы смотрим в 26 главе Бытия с 15 по 16 стих Произошло что-то И все колодецы, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. Есть вещи, которые происходят в нашей жизни. Которые могут затопить наши колодецы живой воды. Чтобы они, когда они останавливаются или покрыты. После чего они больше не текут. Если мы хотим понять, что Бог хочет увеличить благословение между нами, и тогда, когда это не происходит, мы должны задавать себе вопрос. Я не говорю, что у нас никогда не будет трудностей. Пожалуйста, поймите меня правильно. Но мы должны понять, что у Бога есть огромное желание, чтобы передать нам такое благословение, которое мы никогда не ожидали. Да, иногда мы можем думать, что мы такой человек, который считает, что меня Бог не может использовать. И иногда мы даже помогаем врагу в таких вопросах. Когда мы бросаем нашу воду на огонь. И на протяжении этого времени я получаю от Бога, что нам нужно вдохновлять людей, чтобы достигать и принимать все ценности Божьи, которые Бог имеет для нас. И мы очень часто поступаем, как те люди, которые говорят, что это жизнь, и это так происходит. Нет, это не жизнь. Это не та жизнь, которую Бог имеет для вас. Это не та жизнь, которую Бог хочет дать вам. В среду я говорил о тех глазах, которые Бог дает, чтобы мы видели. Чтобы видеть в духовном мире. Чтобы мы видели те вещи, которые Бог хочет, чтобы мы видели. Не говоря так, что вот столько вокруг меня, что я даже не могу двигаться здесь. Но видеть то, насколько много Бог приготовил для вас. И Он хочет переоткрыть этот колодец. И как написано, что Бог, Иешуа говорит, что Он станет внутри вас источником. Я знаю, что у вас в городе есть много парков, и там есть фонтаны. И они просто продолжают, если кто-то их не выключит. Но Он не говорит о таком фонтане. Он говорит о таком фонтане или источнике, у которого нет выключателя. Я однажды был в Болгарии. И мы ходили в горы. И мы подошли к естественному природному источнику. Он был в трещине из камня. И там были много-много пузырей, которые постоянно продолжались. Внутри каждого человека есть маленький мальчик. Да? Маленький мальчик, который был внутри меня, он вышел. Я взял камень. И я положил сверху над этой трещиной. И я хотел увидеть, что произойдет. И через некоторое время этот камень начал трястись. И понемногу он сдвигнулся в сторону. И вода начала опять выходить из этой трещины. Если вот этот есть источник внутри вас от Ешуа, двигается ли он по-настоящему, и тогда ничего не будет, что сможет вас остановить. Может быть, на некоторое время. Но так как камень отошел, вещи будут также уходить, и мы будем двигаться вперед. И вы будете двигаться вперед. Авимилек сказал Исааку, «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И он сказал, «Пойди в долину Герар и живи там». И потом он начал открывать те колодецы, которые отец его начал. После того, как филистинляне их закопали. И он называл их теми именами, которые его отец называл. Поэтому он начал возобновлять колодец. Многим из нас нужно также возобновить колодец. Начинать забирать все, что является препятствием. Вы верите в Божье Слово? Вы верите, что оно истинно? Вы верите, что то, что сказал Иешуа, это истина вашей жизни? Что он вложил в вас источник живой воды? Которая будет приносить жизнь? Помните, когда в Книге Откровений сказано, что будет поток живой воды под храмом? И также это есть в пророчестве Езекииля. И эта вода будет течь из-под храма. И она будет становиться все глубже и глубже. И помните, когда ангел сказал человеку входить в эту воду? Сначала он был по его лодыжку. Потом ему нужно было идти далее. Потом он пошел по колену. Потом он шел далее. И потом пошел по его полю. И потом нужно ему полностью было войти. И он начал плавать. Некоторым из вас нужно начать плавать. Потому что Бог хочет, чтобы вы что-то делали. И вам нужно идти в течение этой воды. И это сказано об этом потоке живой воды. И когда бы она ни началась, она приносит жизнь. Ни смерть, ни болезнь. Ничего, кроме жизни. Эта река должна двигаться, течь. Мы нуждаемся ее, чтобы она была внутри нас. И вы зададите мне вопрос, как нам ее получить? Как нам иметь ее в правильном месте? Так же мы читаем в Писании, что закапывание колодеца было проявлением войны. В 4-м царстве 3, 19. И вы поразите все города укрепленные и все города главные. И все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите. И все лучшие участки полевые испортите камнями. Все, что здесь указано, это проявления войны. Поэтому кто наш враг? Кто хочет нас атаковать? Кто хочет срубить наши живые деревья? И Писание говорит, что эти деревья посажены во дворе Божьем. А вы посажены во дворе Божьем? А идут ли ваши корни глубже? Туда, куда Бог хочет, чтобы вы были? А вы берете свою еду оттуда? И так же, когда колодец восстановлялся, это тоже проявление войны. Разрушение земли, это также проявление войны. Это все символы, которые мы видим в Писании. И потом Ишуа говорит, что нужно сеять на хорошую почву. Но враг приходит и крадет. Враг, он хочет забирать вот эти вещи от вас. И нам нужно это понимать. Он хочет остановить поток этой воды, которая внутри вас. Он хочет, чтобы вы засохли и были как... Вот так, как он показал. Я становлюсь лучше. Да, я становлюсь лучше. Когда наша кожа, она становится действительно сухой и много мощи на ней. Есть такое, да? Это то, что хочет враг сделать с вами. Он хочет, чтобы вы засохли. И вы должны это помнить и напоминать себе, что вы принадлежите Богу. Кто вы? Еще раз. Кто вы? Дитя Божьи. Дитя Божье. Вы принадлежите Ему. Он тот, кто живет в вас. Он сказал, что Он будет жить в вас. Чтобы этот источник живой воды был внутри вас. Это истинная Писания. Не слушайте ложь врага. Не позволяйте врагу красть у вас что-то. Это все, что Он хочет сделать. разрушать, красть. Но у нас есть живой Бог. Который намного сильнее, чем враг. И мы Его дети. И Он любит нас. Он нас приближает к Себе. Истинная Писания. А вы слышите это? Да. Он любит вас. Он любит вас. Он ваша сила. Он единственный, кто ведет вас и направляет. Но прочитайте здесь. Итсак открывал те колодецы, которые были закинуты. И по уважению к своему отцу, Он называл их теми же именами. И наш поиск истины, в нашем поиске этой живой воды, чтобы изучать тех, которые были до нас. Я хожу с Господом уже около пятидесяти лет. Вы слышали это? В течение этого времени Бог мне преподавал, научил мне многие уроки. Он проводил меня через разные сложности и трудности. И то, что я хочу сейчас сделать, это поделиться тем, что я знаю, то, что вы будете проходить. Я хочу прочитать тот текст, который Бог дал мне несколько лет назад. Я не планировал его, но мне нужно его найти. Псалом 71. Псалом 71. С 17 по 17 стих. Это 70-й псалом, 17 стих. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. Я был очень молод, когда принял Господа в свою жизнь. И с того момента Он начал учить меня. Через многие пути, через многих людей. И мое желание в том, до того дня, когда я буду с Господом, чтобы я провозглашал Его прекрасные слова. Но 18 стих заканчивается следующим. 18 стих заканчивается. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей, роду сему, и всем грядущим могущество Твоего. На протяжении многих лет это стало моим самым большим желанием. Я хочу провозглашать силу и могущество Божье следующим поколениям. И также дальним. И следующим. Я спрашивал Бога, могу ли я жить, чтобы быть в год Моисе? Дожить до возраста Моисея. Ему было 120. Я не знаю, если я достигну этого. Я не знаю, будет ли оно так. Но если Он ответит на этот запрос, вопрос, И даже в этом возрасте я хочу провозглашать Его могущество следующим поколениям. Очень приятно видеть здесь очень много молодых людей. Их очень много напротив вас. И Бог хочет использовать вас в очень сильном образом. А готовы ли вы это принимать? Готовы ли вы принять это от Него и дать двигаться вперед? А готовы ли вы иметь эту живую воду, которая двигается из вас? Готовы ли вы сказать, что пускай моя чаша будет преисполнена? Он хочет сделать вам такую преисполненную чашу. Это Его желание. Но мы можем научиться от тех, кто был до нас. В Еремии 6.16 Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних. Где путь добрый? И идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, не пойдем. Бог, Он предлагает вам что-то. А готовы ли вы это принять? Народ Израиля не хотел слушать. Не хотели слушать к этому пророчеству. Не хотели слушать того, кто хотел их вести и направлять туда, куда им нужно. Они не хотели ходить теми путями, которые Бог для них приготовил. Знаете ли, что Бог говорит, что Он приготовил для вас те дела, которые были созданы до творения мира? Это было очень давно. Согласно еврейскому календарю, это 5778 лет назад. Но Бог в то время видел то, что Он ожидает, чтобы вы делали сегодня. Поэтому Он знает пути. Он знает, что вам нужно исполнить это задание. Он просто хочет, чтобы вы знали, что вам нужно быть в общении с Ним. Чтобы эта река живой воды, она текла. Они открыли все колодец. Но они также начали новые. Мы, конечно, имеем те вещи, которые оставили люди до нас. Но мы, как поколение, должны искать те вещи, которые Бог имеет для нас сегодня. Мы должны искать, как Божьи вещи должны открыться сегодня, на сегодняшний день. То, что я пережил, вы не должны переживать сегодня. Но есть новые вещи, которые Бог хочет дать вам и перевести через них. Но мы всегда должны строить на том фундаменте, который Бог возложил. Павел говорил церкви, не стройте на другом фундаменте. Фундамент уже заложен. И мы можем на нем строить. И как вы будете строить, это то, как вас будут судить. Сказано в Писании. Что мы строим? Вы строите из золота, серебра? Из золота, серебра и из другого? Из золота или хей. С чего вы строите? Но что вы теряете? Из того, что должно продолжаться. Спрашивайте Бога об этом. Спрашивайте о тех материалах, из которых нужно строить в это время. Нам нужно строить на фундаменте, и нам нужно продолжать строить. И когда мы видим эту живую воду, мы найдем то место, которое Бог имеет для вас. и те места и возможности, которые Он хочет дать вам. Как делал Исаак, он начинал строить новые колодецы. В Бытие 26, 23. Он построил один колодец. И пришли филистинляне и сказали, что это не ваш, а наш. И он дал ему имя. Он называл это Эзек. Что означает спорить. Мы должны быть осторожны, чтобы не иметь спора между нами. Мы семья. Да, у нас есть отличия. Но мы должны смотреть, чтобы эти отличия не разделяли нас друг от друга. Он построил второй колодец. И они спорили также возле него. Он назвал его вражда. Которая называется вражда. Когда была вражда между ними. Мы должны быть осторожны, чтобы не ходить такими путями. Это то, что пытается враг сделать. Он пытается разделить нас. Он пытается принести разделение. Это то, что он хочет сделать. Мы должны бодриться об этом. Но в 26, 23 он построил новый колодец. Никто не знал о нем. Он назвал ее Реховод. Бог дал ему место. Он был на открытых местах. Я верю, что Бог хочет дать вам место. Он хочет открыть для вас новые места. Он хочет открыть вам новые вещи. Чтобы вы могли двигаться в силе Духа Святого. В Исайе 12, 3 мы читаем так же, что это происходило. На Суккот. Когда подчерпали воду из источников спасения. И как сказано, и в радости будете черпать воду из источников спасения. Мы можем черпать удивительные вещи из этих источников, которые внутри нас. Но я считаю, что одно из самых важных – это радость в Господе. И Писание говорит, что радость в Господе – это ваша сила. Он тот, кто вас укрепляет. И это вы всегда должны помнить. Что есть Его сила. И есть Его цель. И есть то, что Он хочет. И это мы должны искать и делать. В Песне Песней есть отрывок, который очень прекрасный. Это 4-й глаз, 12-й по 16-й стих. И там идет речь о саде. И там идет о тем, кто яркий, светит. И говорится о том, что этот сад очень красивый. Наполнен разными запахами. И также говорится, что там есть источник. Источник живой воды. Иногда Бог хочет привести нас в такой сад. Чтобы найти этот мир, отдых. Но также чтобы обновить нас. Чтобы мы могли двигаться вперед. И чтобы сила Духа Святого могла прийти. И могла двигаться через нас. И чтобы мы могли распространять послание о Мессии. И мы будем те, которые будем приносить Ему хороший плод. У Бога есть многое для нас, но Мое время подходит к концу. Мы должны понимать, что Бог призвал нас в взаимоотношения с Ним. В Якове также речь идет о источнике. Яков 3, с 11 по 12 стих. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Это не должно быть выбора. Мы должны убедиться в том, что наш источник чист. Что может остановить наш источник? Я просто дам вам небольшой список. Эти вещи будут останавливать вас в жизни. Это ревность. Это ложь. Беспокойство. Разочарование. Обвинение. Заблуждение. Страх. Злость. Грех. Вина. Горечь. Непрощение. В Ереме 2, 13 сказано следующее. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Помните, когда я говорил об этом источнике в воде, которая текла из-под храма? Вы найдете это в Езекииле. Я верю, что у нас есть возможность сегодня получить высвобождение от Господа. Я верю, что Бог хочет пробудить источники в некоторых из вас. Может быть, были такие вещи, которые не позволяли вам двигаться так, как нужно. Может быть, нужно что-то прояснить с Господом. Я хочу дать вам возможность сегодня утром чтобы мы могли помолиться за вас. Если вы хотите, чтобы ваш источник живой воды пробудился, вы можете выйти вперед. И мы за вас помолимся. Бог хочет высвободить помазание сегодня утром. Мы должны отказаться от тех вещей, которые удерживают нас в вхождении перед Господом. Но я просто хочу, чтобы Бог высвободил свою живую воду сегодня. Но я просто хочу, чтобы Бог высвободил свою живую воду сегодня. Чтобы мы могли принять от Него. И чтобы мы могли получить то, что есть для нашей жизни. Просто будьте готовы принимать. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают. «Где говорится о надежде, где говорится о вере». Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.